Здравствуйте. День смеха получился совсем не смешным. Начался он с атаки украинских вертолетов на мирные объекты в Белгороде. Причем символично, что среди атакованных объектов была гражданская нефтебаза. Это такой завуалированный ответ западных хозяев Укрорежима, российской власти, которая как раз со вчерашнего дня перевела торговлю с недружественными странами, торговлю газом на рубли. Слава Богу, люди не пострадали, но по имиджу России нанесен существенный удар. Хотя на войне действительно бывает всякое, и профессионалы есть и среди ВСУ. И проблема в том, что действительно вертолеты, которые идут на сверхмалых высотах до 20 метров, они практически не видны локаторам, тем более в условиях вот такой вот пересеченной местности. И, к сожалению, приграничные районы не застрахованы от подобных вылазок и в дальнейшем. Но надеемся, что наше командование сделало необходимые выводы и будет стараться пресекать подобные акции. Другая новость, еще более тревожная, которая вызвала недоумение и в благосфере, и, конечно, в войсках, и в обществе, это информация об отводе наших войск с киевского направления. К сожалению, она подтверждается. Наверное, есть тому для того серьезные тактические соображения. Мы люди не военные, не будем это комментировать. Но хотелось бы все-таки услышать разъяснение от президента. Особенно в контексте вот этих вот переговоров в Стамбуле, очень странных переговоров. Еще один тревожный разведпризнак. Накануне Госдеп рекомендовал гражданам США покинуть территорию России и Украины. Ну, само по себе это ничего не значащее заявление, но практика показывает, что подобные предупреждения англосаксы выдают накануне очередных готовящихся провокаций. Причем провокации, как можно догадаться, под чужим флагом. То есть, в данном случае, под российским флагом. Тем временем продолжается и информационная война. Вот буквально вчера мы опубликовали информацию о появлении методичек для модераторов Ютуба, которые прямо предписывают, что понижать в рейтингах, что повышать. Конечно, все, что связано с успехами России, понижается, монетизация запрещается, российская символика запрещается и так далее. И хотя корпорация Google сейчас пытается демонстрировать некую лояльность, мы слышали даже, что она выполнила решение суда и выплатила миллиард рублей владельцу телеканала «Царьград» Константина Малафиева. Но есть все основания ожидать в самом ближайшем времени, полагаем, в течение двух недель, блокировки Ютуба. Поэтому тоже всем стоит к этому приготовиться. Ну а мы, соответственно, будем призывать своих читателей переходить на наши резервные каналы, в частности, ВКонтакте, в Телеграме, на Бастионе и так далее. Были хорошие новости. И к их числу стоит отнести, в первую очередь, конечно, информацию о том, что Генпрокуратура проверит всю нашу культурную пятую колонну. А именно, как вся вот эта псевдокультурная тусовочка получала на льготных условиях в долгосрочную аренду здания, сооружения в Москве и в других крупных городах. С этим бардаком действительно пора заканчивать. И это надо было сделать давно. И, собственно, когда мы с вами выступали в поддержку проекта указа президента о защите традиционных ценностей, это подразумевалось как одна из таких первоочередных мер. Но если вернуться к политическим событиям, то констатируем растущую в обществе напряженность, которая во многом является следствием недоговоренности, каких-то подковерных игр. Например, источники сообщают о том, что очень странная роль у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который пытается лезть во внешнюю политику, видимо, рассчитывая со временем занять пост министра иностранных дел. Ну и других лиц. И вот во всем этом бардаке может поставить точку только президент. Поэтому мы, конечно, ждем его обращения с разъяснением по сложившейся ситуации. Кстати, симптоматично, что из новостной повестки практически пропало словосочетание специальной операции. Действительно, уже приходит понимание, что речь идет не об операции, а полноценной войне. Причем Украина является просто одной из территорий, на которой ведется эта война. Война ведется со всем коллективным Западом. И нужно привыкать к этой мысли, перестраивать свою жизнь, перестраивать экономику и действительно все сферы нашей жизни на мобилизационный лад. Но, как мы уже не раз отмечали в наших публикациях, в наших передачах, сделать это вместе с людьми, которые у нас ассоциируются с колониальным правлением западным, очень сложно. Поэтому мы продолжаем пытаться расчищать наши органы власти от пятой и шестой колонн. и надеемся, что вы в этом будете также принимать активное участие. Давайте надеяться на лучшее. Все у нас будет обязательно хорошо, но временные трудности мы с Божьей помощью переживем. Оставайтесь с нами.